Друзья, всем салют! Я снова рад вас приветствовать в новом видео. Знакомьтесь, это Роман. Привет! Я у него впервые. Возможно, вы его видели уже на канале Юрия. И сегодня мы будем показывать, обозревать вот такие аквариумы. Это еще не все аквариумы. Еще аквариум есть с дискуссами. Там вообще красотища. Тут красота и там красота. В общем, в чай печеньки усаживайтесь. И сейчас будем все рассказывать подробненько про эти аквариумы. Я у тебя впервые. Я ничего не знаю про эти аквариумы. Расскажи, пожалуйста, поскольку литров они... Давай начнем, пожалуй, с малого. Какой тут объем и размеры? 50 на 50 на 50 кубик, 125 литров. Это придаток к дискуссиатнику был моему. Карантин, лечение. Я когда дискуссов купил, я начал смотреть, читать. И все их лечат. Я понял, что мне такая емкость нужна. По факту я не лечил никого никогда, но как карантинник он используется. Это чисто технический аквариум, не для того, чтобы смотреть у него. Есть планы буцефаландры здесь выращивать. Ну, опять же, вот малек с туризомы. Там отнерестились, они проклюнулись. Я их сюда кидаю. Всех малявок, да, сюда? Креветки тут бегают, но я не сохранил частоту линий. Они уже перемазняют здесь, но их тут никто не трогает. Потому что у меня креветки в 500-литровом, который рядом стоит, там апистограммы их гоняют. Уменьшает численность, да, Иль? Да, очень хорошо уменьшают численность. А вот дискуссы креветок не трогают. И там эта численность запредельная. Там корма достаточно. Мест достаточно, и они там плодятся просто как ураган, эти креветки. Вот тараканы – это то сравнение. Этот ты уже озвучил, сказал 500-литровый, да? Это 500-литровый аквариум. А размеры? Полтора метра, 50-70. Это был аквариум в ресторане, я работаю по музыке. И с нами рассчитались, ресторан закрылся, и мне отдали. Здесь вообще были раки, которых людям варили. Ну, я эту историю первый раз слышу. Да. Я его забрал, я жил тогда в частном доме, я запустил. У меня была возможность вот задний фон сделать такой объемный из лавы. Я его пилил, резал, все сделал красиво, обклеил. Ну, и травник хотел. Сделал его травник, насоил, грунте сделал. Лампа шла или не шла? Не шла. Лампа револаква я докупил. Все постепенно докупал, по мере изучения вопроса развивал тему. И как бы пришел вот сейчас к тому, к чему пришел. Тут были дискуссы, проходили через этот аквариум. Я не сдержался, Юра знает эту историю, шел по рынку, увидел двух шикарных дискуссов. Не смог их не купить. Знал, что это проблемы, геморрой, что это вот сложная рыба, с которой надо прям возиться, но не смог пройти мимо. Купил их, сюда посадил. Ничего хорошего с этого не вышло. В том плане, что настроение у дискуссов было плохое. Они стеснялись. Их объедали все подряд. Объедали скалярии, объедали денисони. И появился новый отдельный дискуссиатник. Этот стал скалярник. Это карантинник. Короче, все вот так. Там дискуссиатник. Ребята, я в восторге от задней стенки. Вот посмотрите, насколько она кайфовая. Тут, во-первых, прикрыта переливная колонка, да? Да. Вот видите, там вот сзади чуть-чуть видно. Также все, вот посмотрите, все закрыто лавой. И что самое интересное, Рома ее клеил на аквариумный герметик. Я пару раз пробовал, у меня развалилось. А у него, посмотрите, просто красотень. Возможно, кому-то это будет интересно, и кто-то также будет использовать это. Ну, посмотрите, вообще супер. Смотрится вообще. Никакой фон там 3D вообще рядом не стоит и не попадает. Причем тут еще есть такие хитрости, там кармашки. В которых там вот анцики, да, нерестятся. Да, все прячутся, креветки подпольную жизнь ведут. Манки. Там много всех. Буцики, посмотрите, как хорошо. Вообще они туда клави прирастают. Да вообще, вот папоротники, смотрите, там. Все. Оно закрепилось там, держится. И смотрится просто огонь. Вижу еще корягу. Что это за коряга? Это ротанг. Коряга или вьюн дерево. Ну, так она на одном сайте называется в разделе. Красивая. Я тоже хотел приращивать к ней пенотифиду. Собственно, так и было. Я посадил пенотифиду на нее. Посадил индийский папоротник. Это мой как роголистник. Он быстро растет, все выедает быстренько, если там излишки, чего-то. Он у меня перешел в надводную форму. Здесь был такой куст. Куст. Огромный. Причем корнями он пошел вниз. Эти пенотифида разрослась тут так. Я не преувеличиваю. Коряга было не видно здесь. Здесь просто был кусок зелени такой огромной. Оно все разрослось. И нужно было постоянно что-то с этим делать. Я ушел от пенотифиды. Вот она здесь еще. Вот это тоже лавовый камень. Вот видно, в принципе, что происходит. Это может быть месяц она сидит на камне. Это я одну воткнул, и вот такое вот происходит с ней. То есть она за полгода заросла так плотно. Ну я честно, я 20-литровые ведра нарывал этой пенотифиды в пакеты и людям дарил, потому что выкидывать жалковато. Ну конечно. У некоторых вообще не растет. У тебя прет как на дрожжа. Калий. Надо следить за калием. Если достаточно калия, она будет расти. И не только она, да? У меня даже в дискусятнике она растет. Ей очень тяжело там. И сейчас лето, и еще выросла температура, и она стала загибаться там. Но даже в 30-ти градусной воде она у меня росла. Вот на старых как бы парах она тут раскачалась. Я ее там на корягу посадил. И она, в принципе, нормально растет. Вот эти растения вообще, они были изначально или что-то уже поменялось? Поменялось здесь все. Здесь был соил грунт. Это была моя ошибка. Я не так вижу аквариум, что навязывает соил грунт. То есть соил грунтом надо очень аккуратно. Не должны быть коридоросы, наверное. И, наверное, анциструсы не должны быть в аквариумах с соил грунтами. Они там роются. Они поднимают взвесь. Это взвесь оседает на всем. И начинаются водоросли из-за этого. Я все длинности бельки вырывал с корнями. И из-за этого поднималась муть. А почему так делал? Почему не верхушки срезал, а полностью вырывал? Вот получается так, что верхушки всегда красивые у растения. А когда какие-то вот даже на начальных этапах, раньше так было, нижние листики там хереют, как бы, как сказать, отпадают, некрасивые, а красивая макушка такая сочная, яркая, ты ее отрезаешь и выкидываешь, оставляешь себе штурпачок, и очень долго смотришь на некрасивую картину. Я пошел по пути голландского аквариума. Я вытягиваю с корнем, макушки пересаживаю, и картина как бы сохраняется. Но соил грунт – это не тот вот грунт, с которым надо так себя вести. И мы не совпали. Наверное, это круто. Он делал воду кислее, делал ее мягче. То есть параметры воды мне нравились, как он вел себя. Но вот эта взвесь не давала жизни. Лавовый фон, он, кстати, тоже не дружит с этим. То есть он пористый. И эти поры пусть используются бактериями лучше, чем на них оседает все-все-все. Мало того, очень было много мха еще. Оно заросло мхами, и мхи собирают это тоже на себя. И это прям надо купаться в этом аквариуме, чтобы его почистить. То есть ты залазишь, начинаешь все это обмахивать, счищать. Оно взлетает, ты ждешь, оно профильтровывается опять. И так в три захода можно это все чистить. Я не хочу работать аквариумистом дома. Я хочу отдыхать. Кайфовать, смотреть за ними. Не лазить 24 часа здесь, наводить порядки. Аквариум этот перезапущен недавно. То есть я соил грунт убрал и насадил пока что еще здесь присутствуют длинности бельки. Но они отсюда скорее всего уйдут. И здесь будут мелкие растения. Мне нравится, когда они сидят на месте, не бегут. Потому что у меня была здесь, забыл уже, Ахинодорус Рубра, по-моему. Он бегал тут просто, его нельзя было догнать. Он кидал стрелки и вот так вот. В разные стороны, да? Как вирус какой-то. Как наносить. В порядке. И он рос там в прогрессиях страшных. И когда ты начинаешь его тянуть... Он может в другом конце аквариума вылезти, да? Я пока не повинял грунт, я не мог от него избавиться. Потому что он все равно откуда-то вылазил из-за угла. И вот такие растения мне не нравятся. То есть я хочу, чтобы растение сидело на месте. Желательно оно не дорастало доверху. Вот такое скромненькое все. С умеренными темпами роста растущее. Для того, чтобы я мог как можно реже здесь наводить порядки. То есть чтобы я... Вот я пошел в сторону папоротников, бутцефаландр. Многие устают просто от того, что надо постоянно лазить, подрезать и уходят вот к медленно растущим растениям. То есть ты уже тоже к этому так потихонечку... Я выбирал медленно растущие растения, но они все равно были там из разряда длинности белек. Хочешь не хочешь, она все равно дорастает доверху. При том, что здесь 70 сантиметров у меня как бы... Это да. Это высокий аквариум. Для травника... Обычно цихлидник такой высотой, а тут травник. Да, это классический цихлидник. Мне всегда не нравилось еще, что он не глубокий аквариум. И нет перспективы. То есть для травника надо сделать задний, средний, передний план. Здесь очень художественные задачи тяжело решить. Поэтому у меня растения уходят вдаль, как-то вот такими грядками туда идут. Оно добавляет объем. Если садишь как хочется, горизонтально такими линиями, оно делает его как будто 15 сантиметров. Аквариум смотришь. Ну, некрасиво. И когда высокий, тяжело там лазить. Короче говоря, я пришел к тому, что мне нравятся невысокие растения. И пусть там рыбкам будет место, где плавать. А что здесь еще не прижилось, либо еще что-то не понравилось из растений? Мне кажется, у меня приживается все. Может быть, какие-то у меня не прижились когда-то эриокаулоны. По-моему, было такое. Я садил, и они прям не хотели расти. Из такого, в принципе, у меня... Ну, даже вот фламинго... Ну, я недавно, правда, посадил. Это листья, с которыми я ее воткнул. Но уверенно будет она здесь расти. Криптокорина, фламинго. Я не знаю, что требовательное. Какомано говорит, нет требовательных растений. Надо создать им условия, и они будут расти. У меня была проблема здесь со взвесью. Вот это была проблема, которую я не смог решить, пока не поменял грунт. И с буцифаландрами. Буцифаландры медленно растущие все-таки. И вот эта взвесь, она на них отображалась сильно. Так у меня мог зарасти лава водорослями. И водоросли были. Я их не боюсь, кстати. Водоросли, Юра знает мое отношение к водорослям. Есть и есть, слава богу. Как бы не напрягают. Но их никогда не было на растениях. То есть вот... На декорациях, да. Никогда не выломала. Вижу. Да, вижу. Вот оно могло зарасти. Тут у меня были периоды, когда эта переливная колонка как шерстяная была. Такое тоже бывало. Вот. Ну, растения все растут. Здесь в последнее время была такая биомасса растений, что я не мог удержать фосфат. Я сюда его лил буквально... Ну, вот я давно уже ушел от маленьких бутылочек. У меня вот такие батареи стоят. Вот это все. И оно заливается уже... Я перестал нажимать, потому что у меня накачался очень сильно палец. Я перешел вот к такому вот уже подаче. А в дискусятнике я уже обратные клапуна сюда вставил с трубкой, чтобы уже даже не раскручивать бутылки. Я уже вообще обленился. Я так набираю шприцами. Это удобрения, которые именно используешь? Или это... Да, конечно. Ну, обычно там может еще баночки, там типа... Баночка от Ермолаева, а там самомесы? Нет, никаких самомесов. При подмене калий добавляю, поменял воду. Раз в неделю налил калий до где-то 12 мг на литр концентрации. Все тестами измеряешь? Ну, калий по расчету, просто рассчитываю. Но у меня есть тест на калий, я мерил тут где-то 15 мг на литр. Микро, вот у меня подсказка тут, если будет видно, это то, что я лил количество нажатий, я их потом перевел в миллилитр. Да, это такая подсказочка. Макро-микро-железо, да? Макро-микро-железо, калий при подмене. Это каждый день я обношу. На 500 литров? На 500 литров. И я могу сказать, что этого очень было мало. То есть это растения в голоде жили в полнейшем. Потому что у меня был момент, когда у меня здесь и здесь росло одинаково. Вот Хидиотис Ельцмана здесь и здесь сидел рядом. Людвигия Суперред здесь и здесь. Альтернатера Мини здесь и здесь росла. И это была такая вот шпаргалочка для меня. Правда, здесь я на Продибио делал эксперимент. И лил удобрение Продибио. И здесь был цвет гораздо лучше у растений. То есть все, что было зеленое, оно было прям лучше зеленое. Все, что было красное, оно было прям вот таких малиновых каких-то таких оттенков. Как это, свекла у овощей, свекольных таких вот цветов, красивых. А здесь оно вот видно даже, что оно вот печально. Если вот у кого глаз опытный, они скажут, что вот это растение не так ему хорошо. Вот шапочки получше, а внизу вот ему не очень. Это нехватка железа, это простой хлороз. Оно выедалось здесь. Я не хотел накручивать темпы, я уже при перезапуске буду сейчас выходить на новые концентрации. Но я смотрел, что здесь выедается и не хватает, и оно поэтому бледнее было. А здесь достаточно было, оно было ярче. Такие фишечки как бы. Можно в двух аквариумах одно растение посадить, тут заливать микро, а там не доливать, и можно понять, да. А в чем секрет успеха в выращивании растения? У тебя все получается, все растения хорошо принимаются. Возможно, есть какой-то совет для начинающих или для тех, кто держит. Например, делайте ребята так, и растения у вас будут выглядеть супер. Наверное, есть совет, но это палка о двух концах. То есть, в принципе, можно надавать советов человеку, но если это человеку не нравится, он этим не горит, не живет, это все будет мимо. То есть, он все равно через свой мозг что-то добавит от себя, что-то убавит. Если человек горит этим делом, это несложно понять. Но здесь есть некоторая база информации, которую человек должен понимать. То есть, параметры воды нужно за ними следить. Это приходит с опытом, наверное. Это какие-то технические действия. То есть, ты поменял 30% воды, добавил калий, например. Вносишь-вносишь микроудобрения, смотришь что-то не так, оп, меряешь макро, ага, что-то обнулилось. Потому что постоянно что-то меняется в аквариуме. Больше растений, меньше, сильнее стал кормить рыбу, слабее. Все меняется, и тут есть моменты, которые надо видеть. И советом тут не отделаешься. Ну, в целом, не должна быть сильно жесткая вода. Должна быть правильная температура воды. Вот давай, не должна быть жесткая вода. Какую ты рекомендуешь воду, какая у тебя вода, то растения вот так вот выглядят. Ну, есть мнение, что идеальная жесткость воды, карбонатная, это 6. Если сильно мягкая вода, можно обвалить PH, даже вот какими-то незначительными колебаниями. Газа передуло, но раз и обвалился. Это плохо, это сразу все рыбы кверху всплывут животом. Если вода будет сильно жесткая, карбонатная, будешь дуть газ туда, она не сдвинется по PH. Будет PH, например, высокий. И кислота его не сдвинет, если вода, карбонатка высокая. Поэтому в идеале шестерка где-то 6, 7, 5, 5, 6, 7, давайте так говорить. Если у вас в кране 20, наверное, надо сосна совмешать, я думаю. Тогда я бы пошел по пути комфорта. Тогда бы я подумал, а надо вообще травник или нет. Может быть, можно шикарно сделать циклидник. Ну да, если жесткая водичка. И кайфовать от циклидника, и сделать фитофильтр какой-то. И тоже иметь зеленый уголок себе. Но другим путем. Сделать биотоп какой-то, посадить красивых циклид. И тоже будет красиво. У меня такой подход к растениям. Я воткнул. Если растение не растет, я его выдрал и выкинул. Я лучше подберу набор растений для себя, который будет хорошо чувствовать себя у меня, в моих параметрах воды. Чем я буду, посажу сюда что-то диковинное и буду под него там подгонять. Под одно растение, вот это все. Да, заморачиваться. То есть у меня подход такой. Не хочешь расти, там, до свидания. Вытянул, посадил другое. Слава богу, сегодня растений такое количество, что можно за 150 гривен на ЛХ купить чью-то прополку. И посадить оно начнет расти и хватит хинодору с рубру. Я одну или купил, или попалась. Мне так понравилось. Я посадил, думаю, вот классное растение, как бы оно бы разрослось. Оно как разрослось, я его когда начал тянуть, это как ковролин, когда ты тянешь в квартире. Оно подняло тут мне все. То есть оно разрастается быстро. Никакая не проблема, если оно растет, засадить его красиво. Водичку ты же льешь чисто из крана. Воду я лью из крана через фильтр. У меня угольный. Угольный проточный фильтр, да. Такая штука, два картриджа угольных. Угольный фильтр, это именно уголь в них аквариумный? Или тот, что... Нет, бытовой уголь для питьевой воды. Я сделал там целую систему, я даже какое-то видео там для новичков снимал. У меня водомер стоит, я отсчет там три куба где-то проливаю. Потом водомер разворачиваю, он на уменьшение мотает. И меняю картриджи, это каждые три куба, два картриджа меняю. Это ради дискуссов. Я заметил еще, что из крана, когда льешь, пузырьки, пузырьки это вредно, это соединение там, короче говоря, через уголь почему-то их нет. Вот не знаю, может быть уголь их убирает, может как-то разбивает. Но когда через уголь я пропускаю, вот этих пузырей нет на стеклах. Как бы говорят, что рыбам жабры эти пузыри могут пожечь, и это вредно. Все верно. И именно поэтому не рекомендуется делать больше 30% подмену, потому что вот такие вот присутствуют вещи в воде, которые в небольших концентрациях рыба вывезет, а если вот так 70% поменять, налить, то может пошатнуть здоровье всем. Какая водичка в Одессе по параметрам? Жесткость общая? Жесткость 11, карбонатная где-то 7. Бывают еще сезоны дождей, она меняется. Я не могу сказать, что вот 11 и сегодня она 11. Может шатнуться, у меня и ТДС есть, там метры, я замеряю иногда, смотрю. Ну, в целом где-то 11 она держится. Скажем так, в нашей воде растет все. Ну, вот, может быть, какие-то там танины не будут расти, им нужна мягкая вода, супер. Ну, а такое все вот обычное, то, что мы можем увидеть в магазинах, оно растет. PH8, нитрит я не видел там, не знаю, наверное, нет нитрита. Нитрата такого не могу сказать. Не мерил даже, честно говоря, вот прям с крана нитрат. Что касается освещения, как подходил к нему выбору? Просчитывал, взял на бум, либо то, что посоветовали? Даже я не помню. Наверное, я где-то в фейсбуке увидел, что вот есть револак, во всех валят в голос. Я решил попробовать, заказал такой светильник. Ну, то есть они подобрали специально под этот аквариум, под его потребности. Там, ты сказал, например, что вот у меня там будет длина стебелька, там, то-то, то-то. Не подбирали ничего. Я зашел в каталог, увидел самую топовую серию, самый максимальный размер. И вот, как бы, это был предел револака. Вот метр пятьдесят, это Max Spectral Plus. Это еще старый светильник без Wi-Fi. Ну, он сейчас на 60% работает от максимума. И 70 сантиметров он пробивает, и вот что-то там пузырит. Но надо сказать, что здесь еще растение на адаптации. То есть он перезапущен не так давно, этот аквариум. Ему там пять дней может быть. Поэтому такое дело. Для перезапуска он вообще потрясающе выглядит. И по рыбе, смотря и по растениям, вообще. Друзья, Рома просто скромничает. Ну, на самом деле, если вот глянуть без камеры, просто взглядом, ну, согласитесь, вообще красотень. Я понимаю, возможно, он еще, конечно, хочет круче, еще лучше. Но, поверьте, многие и этого не могут сделать. Аквариум выглядит просто супер. Ну, я его видел, когда растения разрастаются. Вот это будет ковер красивый, плотный. Это будет другого цвета, красного, ну, полностью. Это будут шапки оранжевые такие красивые. Оно тоже, оно таким букетом будет. То есть оно сейчас натыкано. Ну, вот кто садил растение, он понимает, что это значит. Это ты натыкал, и оно еще никуда. А это вообще из ведра, оно даже не выпрямилось еще. Это я посадил вчера. Оно и видно, оно еще примятое, еще не поднялось. Оно помятое, оно еще себя не нашло. Оно не поняло вообще, где оно. Хотя оно уже пузырит, что интересно. По показателям. Не помнишь так на вскидку у этого светильника? По науке меряют парами. Это количество в нужном диапазоне света, там чуть световой радиации, или как оно там, как-то страшно там звучит, которое приходится на площадь определенную в парах. Ватт на метр и люмен на литр, это очень грубо и приблизительно. По-моему, здесь 10 тысяч люмен, лампа. Это если все диоды закрутить до конца. У меня сейчас белый на 70%, красный на 70%, синий на 70%. Теплый белый выключен и зеленый выключен полностью. Почему? Зеленый свет мне не нравится на глаз. Есть мнение, что зеленый спектр дает растениям, которые где-то в тени, он как бы их пробивает и дает им свет. Ну, я читал о таком. Но мне на глаз не нравится, когда на зеленое зеленое светит. Мне перемешивают зеленые цвета и становится все одного зеленого цвета. Мне не нравится такой на глаз. Теплый желтый тоже мне не нравится. Он становится такой олдскульный какой-то ламповый цвет. Цвет тоже мне хочется. Вот красные, синие цвета видеть. Для правды надо сказать, что здесь еще одна лампа стоит. Ага, которую мы не заметили. Это акваэль лампа. Вот у нее только красный, только синий и только белый. И мне очень нравится на глаз ее цвет. Он такой седой цвет. Это Lady Plant, по-моему, называется. У нее такой седоватый, какой-то темный цвет, мне так кажется. И очень глубокие тени она дает. Вот оно такое объемное. И я всегда под эту лампу, она у меня здесь стояла в кубике, две таких лампы стояла. Я смотрел так и так и всегда пытался этим светильником повторить этот цвет. И я пришел к тому, что вот красный, синий, белый. Даже желтый, зеленый не надо. И как только я начинаю накручивать, вот на контрасте я вижу, что я ухожу от картинки, которая мне нравится. Световой день 12 часов здесь. С паузами? Без пауз. С двухчасовым рассветом и закатом. То есть полноценных, наверное, 10 часов. Ну вот прям светит. Есть. Мы ничего не сказали про СО2. Мы сейчас кошнемся и фильтрацией. Что является вообще самым главным в травмнике. Вот есть адепты там, у меня и так все растет, говорят. И обычно диалог заканчивается на фразе «Скиньте фото вашего аквариума». Потому что и так все растет, не все растет. Вот я говорю, хотите, я вам отправлю, что хотите. Вот фотография аквариума, выберите любое растение, я вам его отправлю и покажете мне его через месяц, как оно у вас будет. СО2. Само и так расти. И это не что-то ужасное СО2. Это то, что в природе присутствует в водоеме. А в искусственном нашем водоеме оно в минимальных концентрациях. И ничего страшного в СО2 нет. И вот пока я не подключил СО2, я ходил по мукам. Может быть это и хороший опыт был, потому что я пытался выжать из аквариума без СО2 максимум. Я крутил параметры, я их менял, корректировал, подбирал дозировки удобрений, игрался со светом. И картина была такая, успех был, но росло 50 на 50. Вот, например, я бы посадил бы Суперред Людвигио, она бы не росла, уверенно. Тут я ее посадил, она растет. Вот как бы и все. Когда я включил СО2 в свои вот эти подогнанные параметры, у меня заросло все настолько сильно, что я смеялся, наверное, полгода, я не верил. У меня повылезало из грунта то, что я думал, его уже нет. Там какой-то корешок был, и повырастали такие елки. Я смеялся и говорил, почему я вообще не допускал этого. Вот это было страшно. Для любителя, для новичка это как-то вот баллон, газ, заправлять на какой-то станции. Ну, как-то это я не допускал. Баллон небезопасно. А вдруг рванет, да, думал, такие мысли. Баллон это то же самое, что огнетушитель, углекислотный. Нормальная тема вообще, не взорвется. Все хорошо. Вот когда я подключил газ, вот тогда все, жизнь наладилась сразу же. Поэтому новичку надо знать, что калий, СО2 концентрация, температура воды и уже дальше следить за макро-микро. Микро вообще, вот просто подавать, как на баночке написано. А макро нужно следить, чтобы не улетал вверх и самое главное не обнулялся. Я обнулял здесь неоднократно. Я насмотрелся разных направлений, систем ADA, у них утром они вносят концентрации удобрений, а к вечеру они у них обнуляются. И водоросли таким образом не могут прогрессировать. Да, не остается. Не остается, да. И они таким образом пошли. Я подумал, а зачем я держу это макро на высоких концентрациях, там 1 к 15, допустим. А давайте-ка его опустим. Я стал опускать, опускать, опускать. И опустил, у меня все стопорнулось, и водоросли пошли. И долго я этот выруливал момент. То есть нельзя обнулять нитрат фосфат. Может быть и не надо, он высокий. Но лучше такую подобрать для себя концентрацию, чтобы он резко не обнулился. То есть много растений, все стало расти быстро. И он вот так вот и ушел. И водоросли привет. То есть так у меня было, так бывает. Газ подается круглосуточно, либо таймером регулировать? Здесь по таймеру подается, за час до включения света подается, начинает подаваться. И выключается за час до выключения света. То есть он перестал подаваться, свет еще, закат прошел, и перестал. Будет он еще, я его хочу допилить и сделать контроллеры на него интересные. Но пока еще, пока в процессе. В процессе, да? А чем распыляется СО2? Юра смеется с названием. Базука. Так на сайте написано. Базука. Атомайзер СО2. Вот она лежит. Такая штучка, базучка. Их там две. Одна прям засасывается в помпу. Вот СО2. Базуки. Это базуки. Они распыляют очень классно. У них большая площадь. Мелкий дает пузырь. Я ее раздвоил, потому что начинаю накручивать больше, она в крупный пузырь переходит. Я раздвоил такой вот штучкой. Трубка Денерли, можете считать, что это реклама, порешала мне эта трубка. Прям вот в эти цанговые соединения плотно садится. Она твердая, но при этом эластичная. То есть бывают трубки либо жесткие, либо вот такие. Перегнулась и сломалась. Ой, да, да, да. Ну, это от компрессора. Очень классная штука. Я положил ее вот так вот. И одна базука дует вот в этот отсек. Тут, кстати, когда чуть больше воды, оно тоже так крутит. И пузырек не вылетает вверх, а так раскручивается. А второй затягивается помпой. И вот этот пузырь с помпой, с флейты, по всему аквариуму летит. Ага, красотень. И дропчекер я вынес сюда. А вообще он тоже. А, ну, собственно, там он и есть, дропчекер. И там и здесь дублирующий, да? Его здесь не было. Это отсюда. Это я просто регулировал после запуска аквариума. Регулировал подачу и повесил, чтобы не нагибаться, не смотреть туда. Просто кинул. Кстати, классная штука. У него шарик контрольный. Вверху. Как эталонный цвет. Мы уже раз коснулись и залезли в тунгу. Это тунга металлоконструкция? Да, конечно. И обшита ДСП, да? Нет, обшита влагостойкой фанерой. А, фанера. Пропитанные маслом специальным углы. Воды не боится совсем. Можно со шланга обливать ее. Мне очень нравится. Это я делал сам. По-хорошему, конечно, можно в компании, которые мебелью занимаются, попросить распил более качественный. И я всем рекомендую. Если вам по цвету подходит коричневый, то вот это идеально. Потому что бывает, сампа перетекает на пол, я там роюсь, оно льется вот так вот. Я вообще не заморачиваюсь по поводу этого. Это очень удобно. Те, кто столкнулся со вздутым ДСП, наверняка поймут, о чем сейчас говорит Рома. И тут, что мы видим? Мы видим самп. Тут, получается, сливается водичка с него, да? Да, это с переливной колонки труба. Это губки, просто как бы механика. Раньше я игрался, я наигрался, у меня закончился синтепон. Я ложил каждый раз сюда синтепон. Он заиливался и начинало верхом идти. Это все некрасивое такое. Я купил этот самп на OLX. И постоянно его доделывал. Я ему поднял борта, потом я ему поднял переборки. То есть это самп, который вот прям по дешману, скажем. Я его купил там за 200 гривен, за 7 долларов. Сколько в нем литров? Ой, даже не знаю. На скидочку так примерно. 50, 35. Ну и поднял его тоже, наверное, на 50. А, нет, 63, 35 и где-то 60, наверное. Это губки все. Это мелкопористая вверху. Дальше крупнопористая. Не мыл их никогда. Это лава. Вообще? Вообще. Вот как его поставил, да? Вот эту верхнюю иногда я мою. Я синтепон ложил и я менял синтепон. Первый удар на себя брал синтепон. Я понял. Вот этот стакан еще там. В стакан сливается. Это если крупное что-то попадает, листья какие-то. Но на самом деле туда рыба попадает. Очень часто туда малек анциструса залетает у меня. И его проще ловить. Я не гоняю его по всему аквариуму, а оттуда забираю. Это дальше лава. Просто обычная лава двух фракций. Тут крупнее и мельче. В сетке, да? Да. В сетке от какой-то картохи. Купил сетку. 100 сеток за 10 гривен. Не знаю, куда девать теперь. На каком-то аграрном там сайте зашел. Купил, короче, и рожу. Теперь не могу. Потому что эти сетки в аквариумных магазинах стоят как все. Подается под него компрессором аэрация. Это по... Как немцы делают. Вот они под лаву загоняют кислород. Для того, чтобы бактериям... Воздух был. Но кислород, чтобы они дышали. Плюс перемешиваются дополнительно слои. То есть оно идет вниз, это вверх. Противоток работает. Да, да. Это Эхейм Субстрат Про. Наверное, это маркетинг. Может, я ошибаюсь, не могу сказать. Фильтрует хорошо, работает все. И черная эта лава мелкая я перемешал. Оно было в разных сетках лежало. Я размешал и кинул. Когда я мешал его, ему было там год, допустим. Вот взвеси никакой, мути, грязи никакой нет. Ничего нет. Вот через него проходит и оседает вот такой, как детрит, ильчик такой. Вот здесь вот он есть. Вот эту губку я иногда мою. Это просто как подставка иногда губка. Тоже иногда мою ее. Вот они заиленные. И вот этот первый удар на себя. Первая губка и синтепон иногда мою. Дальше вообще никогда не трогаю. А, в этом чулке, это тоже женский чулок, с пюриджин, который якобы забирает на себя нитрат, забирает взвесь. Не могу рекомендовать. Может быть, если у вас какой-то малявочник, отсадник, и там вот вы за этим будете следить, может быть классно. Я кинул в 500 литров, я не вижу какого-то суперэффекта. Он и недорого стоит, и регенерируется. Я раньше игрался с ним, ну такое. Если у вас много времени, вы можете играться, делать, но суперэффекта я не вижу. Я понял. Далее все поднимается по этим двум трубкам, да? Да. Это 16-е трубки. Я сделал две флейты отдельные. Я распределил потоки так, чтобы оно не дуло с одного места. У меня, получается, поверху флейта идет горизонтально, которая раскручивает мне воду вот так. А в том углу вертикально флейта, и она дует и на переднюю стенку, и на заднюю стенку. Я понял, все, получается, везде вода перемешивается. А вот так вот крутит, а с той флейты вот так вот уходит. И она подгоняет мне все слои вот так вот к переливной колонке. И нет застойных зон, и нет мощного течения, которое загибает листья. Очень грамотно. А какая помпа поднимает? Помпа Акванова. Вот от нее, кстати, наклеечка. 3000 литров в час. Работает на всю катушку. Пульт от нее? Пульт от нее, да. Тоже раз в год где-то я ее чищу. Раз в год, да? Ну, чисто для себя так. Надо и чищу. А вообще работает очень хорошо. Вижу шланг и понимаю, что подмены делаются... Раз в неделю 30% это закон. Шлангом, да? Да. Воду смешиваешь, не смешиваешь, горячую? Подаю воду, стараюсь попасть в температуру аквариума. Чуть-чуть могу холоднее лить сюда, чуть-чуть теплее могу лить в дискуссиатник. С бойлера лью. Бойлер, да? Да, да. Бойлер, то есть вода холодная, это не техническая, там не горячая вода. Вода холодная, она подогревается бойлером. Через угольный фильтр 30%. Еще? Меточка. Ага, все, вот прям. Прям вот. Понял. Еще вопрос по поводу обогревателя. Я обогреватель нигде не увидел. Есть ли он здесь вообще присутствует? В САМПе, конечно. В САМПе, да? Он там где-то был. Он сбоку, вот в этом отсеке. Все, ребят, вот он. Его не особо хорошо видно, но вот. Есть это, что он остается. Покажи еще охладитель. Ну, типа в этот период времени. Да, сейчас лето, сейчас охладитель рулит. Да, вот он, охладитель. Да, все просто. Включается, дует и... Насколько эффективно? Очень эффективно. Даже не надо дуть сверху? Нет, сверху никогда не дул. Одно время пытался мне в магазине, сказали, замораживаешь бутылку со льдом, кидаешь. Глупее занятие я не видел. То есть ты кидаешь воду, ледяная вода такими потоками стекает на рыб, они в шоке. Убегают от этой бутылки. Три минуты она тает и все, эффект закончился. Температура не шевельнулась вообще в этот момент здесь. То есть это надо сюда таз, такую лепыху, и пингвинов пускать, чтобы они по ней плясали. Потому что рыбы тут гипотермического шока помрут, наверное, если так их охлаждать. Вентилятор дует замечательно, хватает 27 градусов здесь всегда. Без него сколько сейчас летом? Без него 30 будет. В легком, да? 31 будет, да. А с ним 27, да? 27 держится, да. Это сколько, если он работает? Постоянно. А, постоянно. Ну, ночью, вот бывают холодные ночи, я выключаю, потому что он иногда побеждает обогреватель и падает 26-25, может упасть. Все вообще очень просто с вентилятором стало. Потому что первое лето, ну, первый год, когда я с этим столкнулся, я начал заморачиваться. Я думал купить холодильник там специальный за все деньги. Да, пареный, да? Да, да. Но все оказалось проще. Ну, если эстетически вас не напрягает это, то это решает очень дешево. Рома, расскажи, пожалуйста, про своих рыбок. Я смотрю, все они у тебя привлекательно выглядят, все здоровые, ухоженные и все такие упитанные. Как этого добился? Добился так. Очень хорошо я понял, когда поселил сюда дискуссов, что есть фарш. Фарш вообще это понятие очень емкое, он бывает очень разный. И это классная штука. Всем рекомендую пользоваться фаршем. С самодельным. С самодельным фаршем. Когда я купил сюда дискуссов, дискусс очень робкая рыба, очень вальяжно, не спеша кушает по-королевски. Я бы сказал, нехотя. Ну, я про крупную рыбу говорю. Я покупаю. Я говорю про крупных дискуссов. Я не покупаю вот этих мальков за 300 гривен там. Я купил сразу по 100 евро рыб больших, которым больше года чуть-чуть. Год и два месяца было. Я их сюда посадил пару, дискусс рыбостайная, парой им было плохо. Они чуть-чуть так подзабились, нашли себе укромные места. И вот эта вся шушера, которая мельтешит вокруг них, она им, наверное, делала нервы, я думаю. То есть у рыбы есть тоже нервная система. И когда люди говорят, мои рыбы счастливы, мои рыбы довольны и им нормально, такое. Ну, я бы не расписывался за кого-то. Я очень хорошо по дискуссам вижу. Они прям демонстрируют. Вот когда им не нравится, они тебе демонстрируют. Говорят, что у дискуссов есть интеллект. Так вот, они забились по углам у меня, эти дискуссы. Я их пытался накормить же здесь. Кто знает, что такое Денисони? Денисони – это очень шустрая рыба. Для меня это кефаль одесская, которая называется рыба ветра, которая… фух, ее нету. Так вот, Денисони – это рыба ветра. Она летает по аквариуму с такой скоростью, что просто ужас. И вот, когда ты кидаешь дискуссам еду, налетают Денисони, разрывают, как голодные пираньи, асатанелые этот фарш. Налетают эти скалярии наглые, они не стесняются. Вот это жрут, все, начинают рвать. А дискусс, он так начинает только настраиваться. Ты думаешь, ладно, первый кусок они сожрали. Кидаешь им второй кусок. Ситуация повторяется. Да, дискусс там ну максимум он успевает где-то понюхать, там хапнуть и плюнуть вот так вот. Все, дискуссы голодные, эти уже плавают как бочки. Вот конкретно эта рыба, которая в кадре сейчас, это мой малек. Вот это, по-моему, девочка, она лобатенькая, она такой формы, вот мне нравится. И вот еще мой малек, тоже лобатенький, тоже пузатенький, форма хорошая, они молоденькие. И вот они на фарше стали расти очень классно. Я теперь понимаю, ну, в принципе, выгонка рыбы, что такое, я понимаю. Хорошенечко ее кормишь, белковым кормом растут как на дрожжах. А пистограммы, ромирески, вон, тоже лобатые у меня плавают, жирненькие такие. Они тоже молодые рыбки. Вот, я не знаю, будут они показываться. Там есть самцы, они прям жирненькие такие. А вот это с базара, вон, глаза плавают перепуганные. Вот это они фарш еще не ели у меня. И вот на фарш... Недавно, да? Да. Они только прокарантиненные у меня. А как фарш готовится? Фарш я делал для дискуссов типа лакомства. Я взял мидию, не черноморскую, короче, мидию я взял большую. Я ее почистил так, чтобы было только белое мясо. Я взял, допустим, килограмм чищенной мидии, килограмм шпината. Я добавил туда артемию, замороженную красную, правильную артемию, которая в таких брикетах продается. Я добавил туда морковный сок, я добавил туда рыбий жир. Рыбий жир с аптеки? Да. Ну, человеческий, да. Можно добавлять витамины, а-ля Ермолаева. Я этого не сделал. И я туда пульнул дискусс фуд. Нет, не дискусс фуд, а тетра дискусс. Добавил туда тетра дискусса, все это замерзло в кубике. И я порционно это сразу поделил и кормил вот таким фаршем. Но не каждый день надо кормить фаршем, потому что рыба зажирается. Вот есть такие рыбы, как кардиналы, это два выживших. Они в этом режиме кормления начали дохнуть, потому что они обжираются, но это явный перекорм. То есть, конкуренция по питанию дискусс и другая рыба огромная, и поэтому, наверное, дискуссов лучше держать отдельно. Либо держать воспитанную рыбу, которая не переедает. Я выбрал для себя родостомусы. Родостомусы очень в этом плане порядочные, потому что светлячки эти и кардиналы у меня стали дохнуть активно. Именно от перекорма. Ну, видно по рыбе, она обожралась, потом у нее пучеглазие, и решение начинается. И ты понимаешь, что вот эта проблема, а как ее решить, непонятно, потому что не хочется дискуссов голодным оставлять. Ну, такая... Конечно, кто-то объедается, кто-то голодный, то есть непорядок. Да, просто конкуренция в питании большая. Здесь все устаканилось. То есть, я кормлю сухим кормом, я иногда кормлю... Сухим каким кормом? Ну, я такой... Есть какие-то, может, предпочтения, что-то не понравилось вообще там мне может? Я гуляю по магазинам, захожу, вижу... О, тетрамин, класс. Тетра рубин. Тетра там, про диет какая-то. Я это все перемешиваю вот так вот в кучу. Ага, микс такой получается. Да, я покупаю иногда дорогие корма, благородные, там немецкие, дискусс-фуд, например, для дискуссов, которые стоят, вот тетра это просто мусор по сравнению по цене с тем кормом. То есть, там такая баночка стоит, как ведро тетры. Тоже перемешиваю это все дело. И делаю такой микс как бы кормов. И кидаю этот микс. Самов кормлю тоже микс таблеток у меня есть, самов их. Тоже вот так вот там все подряд перемешиваю. Разные производители, да? Да. И все это я беру им там, самов на ночь стараюсь кидать. Сухой. Как ты часто даешь? Ну, я кормлю раз или два раза в день. От чего зависит? Смотришь по рыбе или как успеваешь? От моего настроения зависит. Просто кормлю их и все. Вот могу сегодня второй раз покормить. Вот так это выглядит. Там кормушка у меня есть. Это не их время есть. Они могут не понять. Ну вот дискус примерно в этот момент еще вообще не понимает ничего. Это они ели, они не голодные как бы, но... Завораживающе, конечно. Вот дискус в этот момент начинает понимать, что в корм. И начинает нехотя, нехотя начинает целиться, плыть или нет. А тут эти скалярии налетают. Вот остальные увидели. Они не поняли сперва, что два раза будут кормить. Это вообще первый раз в жизни, наверное. Для видоса. А фаршем, вот ты говоришь, главное кормить не каждый день. Как часто? Фарш белковый все-таки. Белковый корм надо контролировать. Потому что на белковом корме очень быстро рыба растет. Но и так же быстро переедает и может ожиреть там, не знаю, заболеть. В общем, с фаршем надо аккуратнее быть. А как белковый корм, несъеденный, вот если его в большом количестве, у тебя были какие-то проблемы? Не бывает такого несъеденного корма. У меня здесь было... То есть ты контролируешь количество кормов в этом плане, да? Нет, я не контролирую корм. Я... У меня здесь были мои анциструсы. Их было там, допустим, четыре крупных. Они сейчас прячутся, но они большие. И они стали плодиться. Вот в этом заднем фоне, там есть карманы глубокие, вот эти камни большие. Они внутри пустые, как скорлупа. И туда есть входа с разных сторон. Они там заняли себе домики сделали и стали там нереститься. И у меня стали выплывать мелкие анциструсы. Их стало такое количество в какой-то момент, что мне стало страшно. Оно шевелилось тут все. На всех камнях, на всех листьях эти полчища анциструсов были. При том, что их и скалярии едят анциструсов с удовольствием мелких. Мелких, да? Пощелкали. Ловят прям... Деликатесик такой. Особенно, когда в сам по не попадают. Ты с очком зачерпнул, сверху кинул, как корм. Тут такие гонки начинаются за этими анциструсами. Я стараюсь аккуратно их возвращать. Вот. И, конечно, это все съедается анциструсами. Тут есть коридоросы, тут куча креветок была. Тут оманки креветки съели. То есть, оно... Мы не все видим, что здесь есть. Но оно все съедается. То есть, у меня не было такого, чтобы корм лежал, и его никто не ел. У меня апистограммы вот эти отлично забирают у самов все таблетки. Кинешь, они обжираются тоже этими таблетками. Поэтому я таблетки на ночь кедаю. Потому что апистограммы, они понимают, что это еда. И они прям их активно едят. Я-то уже знаю. А вот ребята не знают, куда ушли креветки отсюда. Креветки были съедены апистограммами. Апистограммы это охотники. Это хоть карликовая, но цихлида. Рыба хищная такая. Они как индейцы сидят в засадах. Выжидают, да? Выжидают. И всю мелкую креветку они выбивают. Несмотря на это, все равно здесь был полный аквариум креветок. Креветки тоже умеют прятаться. Говорят, глупая креветка. Она тоже понимает, что ее будут ловить. Она прячется. И все равно они плодились. И когда я перезапускал аквариум, их тут тоже пол ведра я начерпал. Они в подпольном таком жиле-режиме. Но их подъедают апистограммы и их подъедают скалярии. То есть, в принципе, соседство такое. Ну, опять же, это, наверное, природно. Одни виды поедают другие виды. Потому что в дискусятнике креветок никто не ест. Но их там много. Их там прям тьма. Этих креветок. И я их зачерпываю, раздаю, и все равно их много. А что касается рыбок. Про дискуссов я уже знаю, что они в другом аквариуме, что они здесь не очень прижились. А остальные рыбы, это как? Самые любимые? Либо как-то подбирались, чтобы подходили. Анциструсы когда-то мне помогли решить проблему с бурыми водорослями. Когда я был новичок, такой полнейший, я насмотрелся видео, закинул подложку, сверху нейтральный грунт, СО2 не подал и запустил аквариум. У меня были бурые водоросли. И пока я не пустил туда анциструсов, прям я не мог эту проблему решить. Мне говорили, в молодом аквариуме это нормально, когда водоросли. Но прошло полгода и водоросли никуда не уходили. Я купил анциструсов, даже не так, я купил двух стуризом. Стуризомы, вот конкретно, которая в кадре, вот эту я купил, эта самка. Еще у нее есть самец крупный. И вот эта парочка, я заметил, что они мне прям подчистили аквариум. И я докупил анциструсов туда. И вот, собственно, это технические рыбы такие у меня. Апистограммы, это рыбы, которые едят улиток. Каких улиток? Вот есть улитки, которые в грунте живут, я забыл, как их зовут. Мелании, да? Мелании. Вот их они не едят. Теодоксусов, мне кажется, они едят. Катушек всяких разных, физ вот этих, они едят. Они их выбивают и улиток тоже нет. В аквариуме с апистограммами. Это даже Амана говорил, что если у вас улиточки там вас напрягают, то апистограммы вам помогут. Они не выбивают их полностью, то есть крупных они оставляют, они их не могут съесть. Но вот это бесконтрольное размножение они контролируют. Лабио зелёный, это просто понравилась рыба, я хотел купить чёрного, но чёрного не было, купил зелёного. Оказалось, что зелёный меньше, я не знал. Он тоже типа водорослеед. Вот он по листикам сейчас шуршит. Это всё вот была задача типа с водорослями, бороться в травнике. Он стал гонять Денисони, Барбусов. Барбусы Денисони настолько шустрые, что как бы они не сильно расстроились. Они в догонялки там играли. И он такой типа борзый был тут. Он всех пытался обижать до того момента, пока я не пустил сюда скалярий. Он когда увидел скалярий, он сам всё понял. Он спрятался, и я его не видел, наверное, полгода. Я думал, он сдох. Потом я разворошил там коряжник, и его нашёл там. Он благополучно там перепуганно сидел. И вот на его настроение это повлияло. Он стал мирный. Вот отличная рыба, лабио зелёный. Прям душечка. Спокойный. Вот он, пожалуйста, кушает. Вот рядом Денисони. Он их даже не особо и трогает. Хотя Денисони вообще не расстраиваются. Когда он за ними гоняется, они весельчаки. И в куча, да, побегать, поиграть. Хуже, когда они выпрыгивают из аквариума. Вот это да. Такое бывает. Очень часто было у меня. У меня их было штук 14. Осталось 7. У меня всех по 7 здесь. 7 с Колярий, 7 Денисони, 7 с Туризом. Это с чем-то связано? Нет, так совпало. 7 апистограмм вот этих вот. И, по-моему, даже Электрик Блю тоже 7. То есть, как-то всё по 7. Ну, анциструсов больше. Что касается анциструсов и Стуризом. Вот часто они ползают и вырывают растения. Особенно вновь посажены. Не сталкивался. Никогда в жизни мы анциструсы не портили мне листья. Нет, нет, именно не листья, а само ты, получается, опустил растение, посадил, а они раз выдернули. Часто такое было или вообще не было? Никогда не было такого. Вообще круто. Бывает такое, когда я посадил буцифаландру, неуверенно куда-то воткнул, и она так шатается. И он на листики садится ей чистить, и он может своим весом её оборвать. Но это происходит тогда, когда я её посадил, в течение недели, например. Потом она укоренилась, и потом я её не могу вытянуть. Буцки, они просто воткнуты? Либо на суперклей, либо как-то примотаны? Просто воткнуты, лава пористая, вся в расщелинах. Я когда-то клеил на корягу, вот на эту. Я наклеил, ну, клеем клеил. Некоторые камни у меня между собой, лава через ватку склеена тоже клеем. Супер. То есть клей присутствует тоже, но очень так, в небольших количествах. Ещё забыл спросить у тебя про баллон. Какой литраж баллона у тебя, и как часто заправляешь его? Я купил баллон 5-литровый в один аквариум. Во второй аквариум я купил побольше баллон. Он пришёл 12-литровый, но он пришёл длинный. И он не залезает в эту тумбу. Вот такой длинный узкий баллон, 12 литров. Я заказал ещё 8-литровый баллон. Это какой-то самолётный баллон от Фреона, как мне сказали. Он очень толстостенный, суперкрутой, но на нём присутствуют швы. И мне не хотели их заправлять в одном месте, ругались на эти швы. Но я нашёл дедушку одного, который дует 150 кг в эти баллоны. Говорит, это ещё те баллоны, те, кто говорят, что это шовные, они не понимают, что это за баллон. Вот эта восьмёрка, она стоит в дискуссиатнике. Пятёрка стоит здесь. Двенашка у меня заправленная, просто резервный баллон. Когда у меня закончился один из баллонов, я его перекидываю. И таким образом спокойно еду на заправку. Заправка была у нас неграмотно построена. То есть ты людям привозишь баллон, они два раза в неделю едут на станцию, заправляют, привозят, на следующий день тебе выдают. То есть уходило на это три дня, допустим, четыре. Поэтому я купил резервный баллон. Сегодня я бы купил восьмёрки сюда-туда и, допустим, две полных резервных поставил бы. Даже не называл бы это резервным. То есть один закончился баллон, я перекинул, второй закончился, я два поехал заправил. Два у меня всегда есть. Спокойный режим такой, не нервозный. Потому что раньше у меня заканчивался баллон, я начинал... Ну да, нервничать, паниковать. Ты же понимаешь, чем это может закончиться. Да, нервы могут закончиться. Ну я бы брал максимальный объём, который позволяет тумба в себя вместить. Баллоны должны стоять, нельзя ложить. Должны стоять, поэтому пятёрка, восьмёрка. У меня была идея собрать... В промышленности есть такое, когда ряд баллонов стоит, и у них общая гребёнка высокого давления. Оно всё собирается, на один потом редуктор, на один клапан выходит. Я думал сделать такую систему в ряд баллоны на общую гребёнку, через один редуктор, через один клапан всё это выпустить. Но я посмотрел, сколько стоит эта гребёнка, они дорогие. Я понял, что мне проще сделать две системы СО2, в одну соединить трубку или в две трубки, завести их и регулировать уже отдельно. Кстати, это дало бы гибкость дня-ночи. То, о чём я говорил, что мы подаём либо днём, тогда у нас ночью меняется количество СО2 и ПАЖ, и вот такая вот происходит история. Либо мы дуем круглосуточно, тогда у нас вроде бы всё ровно, расходуется больше газа, но днём растения потребляют углекислый газ, а ночью они его вроде как даже выделяют. И всё равно колебания присутствуют, может быть в меньшей степени. Если бы было две системы, я бы одной дул постоянно, а второй бы днём додувал. И она бы была на таймере, а та бы была постоянно. Ну вот такая идея есть. Но я думаю, что есть ещё более технологичные решения. Я хочу эту тему раскопать и сделать вот прям стабильный ПАЖ. Так, чтобы дискуссы радовались совсем. Интересно. Ещё я, конечно же, видел много разведённой рыбки, малька. Что ты делаешь? Специально стараешься, либо как-то это у тебя само собой выходит? Коридоросы у меня сами размножаются. Анциструсы у меня сами размножаются. Со скаляриями я один раз икру, ну ставил им такие для икры специальные аналог листика в природе. Специальные заборники икры, они нерестились. И я вот в такой коробочке, как в кадре коробка сейчас, вот в такой коробочке я поднимал малька. Тоже это такое хлопотное дело, но у меня получилось. Один раз я поднял, что-то я раздал людям, вот парочку я себе оставил рыб. Я тоже не могу их огромное количество вместить в своих объёмах. Я не хочу перенаселять аквариумы. Поэтому я не сильно скалярий специально поднимаю, но можно это сделать. Стуризома, когда нерестится, она откладывает икру на стенку аквариума. Когда икра дозревает, я её срезаю и кидаю в отсадник, плавающий вот в такой. Для того, чтобы параметры воды оставались неизменными, но рыба могла плавать в корме. Я обильно её кормлю. Падёж присутствует у стуризомы, но в принципе процесс икрометрая, питание идёт без остановки. Кто-то пытается, но ничего не получается у тебя, но само собой идёт. Только надо поухаживать за икровой. Может быть стабильные параметры воды, может быть растительный аквариум, более живой, скажем. Может быть температура им нравится. Вот у людей всё-таки аквариумы это 25 градусов, 24 в ту сторону. А у меня всё-таки 27. Потеплее процессы. Потеплее, да-да, и икра созревает быстро. Я прям вижу, в дискуссиатнике она очень быстро, здесь она медленнее созревает. Уборка в этом аквариуме происходит тогда же, когда и в большом или в разные дни? Я стараюсь в субботу делать субботник. Но сейчас у меня работа по субботам выпадает, поэтому она смещается в сторону раньше. Уборка в аквариуме это такое дело. Я кинул шланг, слил воду, налил воду, вот и вся уборка. В идеале хочу всё-таки не чистить стёкла в аквариуме. У меня был очень успешный полюдариум, Юра знает. Я там не чистил стёкла никогда, и они никогда не зарастали. Там не было никогда никаких водорослей, и всё было супер. И был супер яркий свет, который долбил в анубиасы с 5-сантиметровой высоты. И они росли такими темпами анубиаса, как будто это не анубиас, а людвигия. Ничего себе, а в чём секрет? Я не знаю, это природа. Вообще я считаю, что у меня мама химик-микробиолог растений. Забыла она, что это такое, но с красным дипломом она закончила в своё время. И она лаборант какой-то кафедры. Короче говоря, она и на практике проходила эти дела. И я считаю, что люди не понимают 90% процессов, которые происходят в аквариуме. И мы ходим с раздутыми ноздрями и говорим, что мы такие прям. Но если глубоко копать любую тему, вот я взрослый стал человек, я пытаюсь что-то изучать. И я всегда упираюсь. То есть, когда я был маленький, я думал, нет дна. Можно копать этой информации огромное количество. Когда я стал взрослый и начал углубляться в какие-то темы, я понял, что всё не так глубоко вообще, как я думал. И аквариумистика это в целом не наука. И сказать кому-то, что вот секрет в этом, мне кажется, это будет нечестно. Ну, вот так совпало. Вот такой был полюдариум. Просто был неглубокий. Интересно. Светило туда 12 часов без всяких рассветов и закатов. На все бабки свет. И не было там никаких проблем. Никакого ксенококуса вьетнамки, ничего. Причём я брал бородатую туда какую-то там растючку. Кидал. И она там просто как в живой воде очищалась. И всё. Ничего себе. Вот такой был аквариум. Но дискуссиатник его вытеснил. И я от него избавился в Юрину сторону. Юра стал счастливый обладатель этого полюдариума. Тоже там присутствовала лава. Тоже там всё было. Задний фон, да? Да. Ну, лава это моё всё. Мне нравится лава. Она лёгкая, пористая, классная лава. Прям топлю за лаву. Я всё-таки технарь. Я стараюсь всё как бы сделать практически. Вот это вот домик для анциструса. Или для кого-то, кто хочет. Кому нужен домик, тем, пожалуйста, отверстие для буцифиландр. И вот он с виду такой камень стоит в аквариуме. А на самом деле это какой-то домик. И вот, в принципе, это касалось и больших камней. У меня были вот такого размера камни, которые выглядели как камни. На самом деле это были скорлупки. И там жили у меня всякие рыбки. Прятались, вели подпольный образ жизни такой. И было им весело. Может, секрет в лаве, может, это всё она даёт стабильность всего? Ну, может быть. Ну, собственно, если развить эту тему, то всё же строится на бактериях, гривах, спорах разных. И что такое грунт монада? Это лёгкий пористый грунт, который заселяется бактериями. Что такое лава? Это пористый материал, который заселяется бактериями. У меня там её килограмм семьдесят, этой лавы наклеена. У меня в сампе там много её. То есть бактерии присутствуют. И его за недоеденный корм ты говорил. Ну, даже если бы он лежал, то, мне кажется, ему бактерии бы сожрали, и он бы закончился просто на этапе разложения, окисления. Да, совсем забыл, видел же Сивили маленьких, и забыл спросить, твоё разведение или малышей приобрёл? Нет, я шёл по базару староконному, увидел бабушку старенькую, там вообще у нас много старичков на староконке. И сидит бабушка такая, я говорю, а что это такое у вас, чё это? Она говорит, это псевдоскатик. Я говорю, ну давайте. И она мне их продала по десять гривен, допустим. За какие-то копейки вообще. Я потом начал гуглить, хотел докупить, они дорогие. Они по сто пятьдесят гривен люди продают. По сто. Дорогая рыба. Потом я узнал, что она холоднолюбивая. Но жила, да, у меня с дискуссами, если честно. И давненько они у меня уже. Ну вот я их в маленький аквариум оттуда собрал, сюда вот, пусть они здесь сидят. Анциструсы тоже пока тут подрастут, я их потом раздарю кому-то. Смотрите, какая оманка. Оманки с икрой постоянно. И мне как-то хочется, может быть, в эту сторону дёрнуться и попробовать засолить им воду и попробовать их отнерестить. Потому что вот остальные креветки, вот не акаридины, понятно, там это не какие-то породистые, но плодятся очень активно. То есть если оманка просто к солёной воде привязана, то мне кажется, почему нет, можно её тоже развести. Также вижу тут подачу СО2 и вижу аэрацию. Аэрацию, да. Это не обман зрения. Не обман, да? Так есть, да. Так задумано. Да. То есть ты считаешь, что аэрация не выдувает СО2 или... По каким причинам? Я технарь, бунтарь и такой как бы человек, который всё ставит под сомнение. Я просто взял и попробовал. Подавать воздух? Да. Ну вот не выключать, не выключать. Вот засунул и в полюдариуме так было тоже. Оно рядом прям два стояла распылителя. Тот и этот. И дропчекер стоял. И дропчекер был салатовый. Я выключил аэрацию, он не поменялся. Я включил аэрацию, он не поменялся. Я подумал, ну и... Чё заморачиваться, да? Ну и ладно. Ну есть такая теория, что вытесняет. Ну пусть у кого-то вытесняет. У меня не вытесняет. В дискуссиатнике не вытесняет, в скалярнике не вытесняет. И тут не вытесняет. Если кому-то я кого-то обидел, извините. Не, ну ты же сказал, как у тебя есть. То есть у каждого есть своя голова, и каждый принимает сам решение. Теперь, что касается освещения. Тоже ревал. Два светильника, потому что одним не получается равномерно закрыть. Тоже сейчас на 50% они светят. Аквариумы очень тёмные. Ну вот я помню, как оно было. Но кубик тоже был заросший настолько, что здесь тоже рыбам негде было плавать. Это сейчас то, что ты снимаешь, это печаль, тоска. Ну вот Юра, как бы, может, вспоминает, как оно было. Но это был густой такой, заросший. Густой, разноцветный такой травм. Три раза менялся здесь, за короткий проработок времени. Ну он технический аквариум. Я говорю, я там эхинодорус выдрал. У меня был эхинодорус. Какое-то перо там розовое, такой пятнистое. Я его сюда засунул. Он вот так вот стрелку. Вот так вот мне два раза навязал. А потом вторую навстречу вот так вот. Я его убрал, там ему места не было. Я сейчас вообще все эхинодорусы убрал. Я могу скинуть фотки. Там вот такие кусты я дал женщине. Отправил девушке. Она мне даже денег за это скинула на карту. Какая умничка. Освещение таймером или у них встроено? Это Wi-Fi светильники. Вот эти и в дискуссиатнике. А этот еще старый. Этот еще с кнопочками. Да, по Wi-Fi сейчас зап... Ну, это первый день сегодня этому аквариуму, можно сказать. Когда ему включили свет и подали CO2. Свет 9 часов, из которых час закат, час рассвет. Вот сейчас. Но наполовину стоят светильники. Я буду разгонять. Я резко не хочу как бы пальнуть. Вот аквариумистика это вот не резко. Это всегда вот не резко, не резко. Кстати, по поводу количества света. Как отрегулировать, вот новичку. Сколько светить? Да, полезно. Ватт на литр, люмин на литр. Вот есть такое понятие перлинг. Это когда растения пузыряют. Вот можно видеть, что начинают они пузырять. Эти растения. И вот правильный свет, это когда растения пузыряют на весь промежуток светового дня. То есть, если вы накрутили свет, и они у вас отпузырили 5 часов, а потом перестали, это им света многовато. Вот есть такое мнение, что можно таким образом сориентироваться. Еще свет, это разные спектра и очень относительно, для глаза человеческого очень относительно. По глазу сложно понять. Я очки даже вот фотохромные купил, которые затемняются, осветляются. Вот не понимаешь. Вот оно как-то глаз привыкает, ты думаешь, это очки затемнились или осветлились, или это зрение привыкло. Ну, очень сложно понять. Смотрю на улицу, там ярко, вроде темно в аквариуме. Смотрю на улицу, там темно, вроде ярко в аквариуме. Это все очень относительно. Если мы под растения подгоняем свет, то, наверное, вот пузырение и рост, это показатель. Если под свой глаз, то, наверное, надо делать так, как нравится нам. Ну, я сторонник делать так, как нравится нам. А растения и все остальные пусть уже подстраиваются, но в разумных пределах, чтобы не выходить за там, за рамки. Теперь, что касается фильтрации. Я вижу, внешник там стоит, эхайновский, ну, по крайней мере, трубки его. Да, да. Эхейм, эхейм, классик. Тоже тумбу сам делал и туда спрятал. Тумбу вообще сам делал на коленке. И пилил сам, и все. И дверка шире чуть-чуть, надо подрезать ее. Фильтр стал ругаться. Вот он тарахтит. Это не воздух уже, это вот прям его надо, наверное, почистить. Здесь очень было мутно. Я с соилами, когда игрался, и рыбу переводил, и креветок я, когда вылавливал и сюда кидал, я их вылавливал так. Я зачерпывал с очком вот этот весь ил и сюда его выкидывал. И здесь было такое болото, которого, ну, прозрачность полсантиметра была в аквариуме. И этот фильтр наглотался такой грязи, что вот он прям кряхтит уже. Ну, то есть надо, наверное, его разобрать и немножечко почистить. Хотя я бы никогда бы туда не лез. Опять же, из вот бактерий, да, вот этой идеи, что там живут бактерии, я бы его запустил бы и ничего бы с этим не делал. А очистил бы и забирал бы вот первый удар этот вот такой губкой, которая одета на трубку. То есть губка заиливается. Да, ее промыл. Ее промыл и клиническую, как бы, фильтрацию совершала, чтобы губка. А там была просто биофильтрация. Вот когда я мыл в Сампе все лавы и Хейм Субстрат Про, я удивился, что он ни капли не заиленный. Вот вода чистая у меня. Я промыл в ведре и назад его кинул. Смотрю, и она чистая. А когда моешь одну губку, мне кажется, что можно равномерным слоем грязи замазать всю квартиру с одной губки. То есть там столько грязи, ну, у меня в голове не помещается, как она там вообще собирается в таком количестве. Набивается плотничком. Да, поэтому губка и внешник я бы не трогал.